Эту небольшую комнату здесь называют котельной. Чисто, практически бесшумно. Отапливает и кондиционирует данная система все предприятие площадью 1100 квадратных метров. Управляется несколькими кнопками. Правда, источник тепла пока для нашей местности не совсем привычный. Уникальность системы в том, что мы используем энергию земли, то есть солнца. То есть это восстанавливаемая энергия, без различных всяких дополнений, затрат, загрязнений. Изучить полезный опыт сегодня на предприятие приехали городские власти и представители предпринимательского сообщества. По словам главы администрации Барнаула Игоря Савинцева, в условиях сибирского климата и высоких тарифов на тепло важно искать новые пути решения проблем энергообеспечения. Как вариант, сказал глава, можно рассмотреть этот проект теплоснабжения в будущем конгрессно-выставочном центре. Либо мы идем под обью проколом, либо мы идем с Новоалтайска. Либо третий вариант, мы просто делаем газгольдеры. Вот исходя из всех этих элементов, мы сегодня считаем, что наиболее выгодно. Посмотрим, может быть, вот сегодня, если убедим проектировщиков, значит, и они нам посчитают, что это будет выгодно, вот такое оборудование. Будем тогда убеждать нашего инвестора. Применять систему при жилищном строительстве и в социальных объектах, отметил Игорь Савинцев, можно только имея альтернативный источник теплоснабжения. Поэтому массовое внедрение под вопросом. К слову, некоторые руководители с настороженностью отнеслись к современным технологиям. Мы те же объемы отапливаемых площадей, мы топим их и оборудование там смонтировали значительно дешевле. Мы бы только по ценовым параметрам на эту систему не пошли. Я сказал, что вот если бы у нас не было газопровода на предприятии, тогда мы могли бы думать вот об этом. Безусловно, внедрение подобных проектов предполагает всестороннее изучение, но такие выездные встречи, по мнению присутствующих, все же полезны и дают положительный результат. Ровно год назад подобное освещение проходило на площадке другого городского предприятия, которое занимается производством энергоэффективных светильников. Благодаря той встрече в Барнауле ночное освещение перешло на круглосуточный режим, а бюджет при этом не понес дополнительных затрат.